Новый год это светлый праздник, который дарит добрые эмоции. Создавать настроение помогает праздничная иллюминация, которая каждый год в середину декабря радует как жителей, так и гостей столицы. Но кто тот волшебник, который по взмаху своего посоха включает настроение каждому из нас? Оказывается, это не Дед Мороз, а такие же люди, как и все мы. Но это их работа. Мы находимся в том помещении, из которого происходит каждый вечер, наверное, маленькое волшебство. Возможно. То есть происходит включение всех новогодних елей, праздничной иллюминации города. Это помещение под названием правительной диспетчерской службы. Это Александр. Он уже пять лет включает праздничную иллюминацию города. Работа ответственная и серьезная. А вы чувствуете себя, ну, своего рода волшебником, когда проводите всю эту процедуру? Нет, не чувствую. Работаясь, работа пришел, отработал с совестью, как говорится, и ушел. А 31 числа кто-то же должен включить новогоднюю иллюминацию и проконтролировать? Конечно. У нас аварийная служба, мы работаем круглосуточно. И, соответственно, кому выпал график, тот и дежурит, включает. А вот для своих семей работники Мингорсвета – настоящие волшебники, которые дарят праздник всем нам. Знаете, дети, где работает папа? Ну, конечно, знают. А как говорят, кем работает папа? Ну, старшая, когда еще маленькая была, она говорила, папа включает свет в городе. Я говорю, папа не может один включить. Для того, чтобы красивый свет был в городе, для этого работают все наши предприятия, это более 500 человек. Включить главную елку страны – миссия ответственная и почетная. Я не мог упустить такую возможность, сделать это специально для вас. Так, а мы можем сейчас попробовать, чтобы я включил главную елку страны и гордился этим событием? Да, можем. Так, что командуете? Значит, беру мышку. Так. Выбираем необходимую елку, площадь октябрьская. Так, площадь октябрьская. Вот она. Так, есть. Нажал. Схема. Выбираем пускатель. Вот это пускатель. Ага. И включить. Включить. Оп. Ребята, это невероятное ощущение. Я включил главную елку страны. Праздничная иллюминация белорусской столицы насчитывает более 250 километров гирлянд. С каждым годом эта цифра растет. Всего Минск украсят более 500 световых конструкций. Из них более 150 будут объемными. Главная елка страны. Значит, очень большой объем работы. Значит, там каждая гирлянда прописана под своим номером. Она цепляется в последовательности в своей. Значит, это монтаж где-то около трех дней. За кадром остается и работа технической группы, которая исправляет все недочеты в случае их появления. Рома, в двух словах расскажи о своей работе. Чем ты занимаешься? Наряжаем, украшаем елки, готовим город к празднику. Рома, расскажи об особенностях своей работы. В чем она заключается? Ну, появляется неисправность. Приезжаем, устраняем и все. А если это новогодняя ночь? Дежурим. А, то есть дежурим под елкой. Общими усилиями создается праздничное настроение для всех жителей и гостей столицы. И это не голословные заявления, а искренние впечатления людей, которых мы встретили на улице. В этом году площадь Октябрьская очень красиво украшена. В этом году очень прикольно. Сзади вот эти вот домики особенно порадовали. Так что есть где фотографироваться. Супер. Супер? Супер. Очень красиво, впечатляюще. Жалко только, что внуков нету рядом. Очень красиво. Но вы его сфотографируете? И обязательно. Минск. Ну вот мы специально из Малиновки выбрались в центр города, чтобы посмотреть на эту красоту. У нас тоже красиво. У нас тоже в парке Павлова стоит красивая елка. Но главная елка страны, это, конечно, всегда красиво. И это, наверное, главное место, куда приезжают и туристы, куда приезжают и минчане, и неминчане. В общем, это то место, куда стягиваются люди. И на самом деле для Минска, наверное, это место силы. Праздничная иллюминация продолжит радовать нас и в первые числа 2024 года. Особенно все ярко будет выглядеть новогоднюю ночь. К слову, во всех районах столицы будут созданы площадки, где можно встретить наступающий 2024 год. Но это уже совсем другая история.